Друзья, добрый день! В этом видео мы решили рассказать про покупку авто за 300 тысяч рублей. У нас на сайте dachaclubmd.ru вы часто спрашиваете, что купить и чего не стоит брать за 300 тысяч. Итак, мы не будем выбирать только за 300 тысяч и все. Авто будет подбираться на сумму примерно 280-340 тысяч рублей. Ведь когда найдешь хороший вариант на 20 тысяч дороже, то лучше докинуть и купить его. Топ-10 машин, которые не нужно брать за 300 тысяч. Первое из того, что мы не советуем, так это смотреть на старый Mercedes, Audi, BMW и другой немецкий автопром. Такую покупку мы считаем нецелесообразной. А именно потому, что обслуживание данных авто будет стоить вам больше, чем на 10-15% стоимости вашей машины в год. Вдумайтесь, за год на подвеску или какой-то другой ремонт авто вы будете тратить 50-100 тысяч рублей. А 100 тысяч это уже треть всего автомобиля. Мы считаем, что рациональная покупка это когда автомобиль жирает 5% в год от своей стоимости. За 300 тысяч еще очень часто спрашивают, можно ли купить Круз. Так вот, ответ нет, потому что живой Круз стоит 400-450 тысяч. А покупатели ведутся на то, что в бюджете 300-360 тысяч куча предложений. И думают, ну блин, все-таки наверное можно же купить хороший вариант. Нет, живой Chevrolet Cruze вы там не купите. Там будет что-то либо из такси, либо что-то ушатанное. За эти деньги мы ни разу не видели ни одного живого Круза. Там по-любому есть какие-то технические моменты, которые вам придется устранять и будут они стоить приличных денег. Туда же отправляется и Лансер 10, который народ периодически пытается купить за 350 тысяч. Но нет, он тоже стоит 450, а некоторые варианты могут доходить и до полумиллиона рублей. И туда же отправляется Civic 8-го поколения, Mazda 3-ка БК и так далее. Живые они стоят где-то примерно 400-450 тысяч рублей. Но конкретно с БКшками и 8-м Цивиком есть проблема. Живого вообще ничего нет. Даже если у вас неограниченный бюджет, найти действительно достойный автомобиль, который не участвовал в ДТП, который технически исправен и все нормально с документами, это прям какая-то редкость. Мы не знаем почему, чем это обусловлено, скорее всего тем, что есть молодые люди, которые не запариваются по обслуживанию и так далее. Вывод. За 300-350 тысяч даже можете не мечтать найти хороший вариант. Последнее, что у нас популярно спрашивают, можно ли купить KSeed первого поколения. Ответ. Его нельзя купить за 300-350 тысяч рублей. И то же самое с Hyundai Solaris. Конкретно с Solaris'ом история в том, что за 300-350 тысяч рублей там реально есть варианты. Но это либо развод, где вас просто тупо будут на бабки разводить, либо это машина из-под такси. Других вариантов не дано. В случае с Seed'ом это будет просто уставшая машина, потому что Seed старый. И живое первое дорестайлинговое поколение стоит, ну где-то 400 тысяч. То есть за 350, если сильно повезет, вы где-нибудь отцепите живой вариант, но за 300 точно нет. И с Seed'ом мы открываем категорию того, что купить в целом можно, но не стоит. И первый автомобиль в этом списке, который можно купить, но не стоит, это Ford Focus 2 рестайлинг. Они очень редко встречаются за 300-350 тысяч рублей живые. Но это машины самых первых годов выпуска. В самой базовой комплектации и с вложениями. Как по нам, лучше все-таки добавить там еще 20% стоимости и купить машину в хорошей комплектации. В хорошем состоянии и более молодую за примерно 400-450 тысяч. Примерно туда же у нас отправляется и Opel Astra H. Потому что за 300-350 тысяч тоже дофига вариантов, но они все через одну мертвые. Когда-то кто-то где-то что-то там находил живое за эти деньги в Москве, но опять же вложения будут нецелесообразными. Вообще в целом мы не советуем покупать Opel Astra H. Потому что даже у исправного авто все равно будут много моментов по технике. Автомат на нем не очень, робот тем более. С моторами много вопросов. Как по мне, в целом этот автомобиль не сильно удачный. Как ни странно, туда же у нас отправляется Skoda Octavia Tour. Потому что за 300 тысяч рублей там начинают появляться уже уставшие Skoda Octavia A5 до рестайлинговые. Но это дрова. А 300-350 тысяч за турик отдавать как-то грустно. Да и в целом тур уже изжил себя. Да, его можно купить за 270-300. Но далее в этом видео мы дадим вам варианты получше чем тур. Последний, кого мы отправим в этот список, это 5-й Golf. Потому что он стоит 400 тысяч. Да, есть люди, которые покупали 5-е Golf за 320-330 тысяч. Они живые, ездят и все в порядке. Но это редкость. Для этого нужно быть специалистом и понимать, как адекватно оценивать его состояние. Но в целом лучше, чтобы у вас было 400 тысяч рублей. Опять же, те, кто покупал за 320, они все равно докладывают в него потом 30-40 тысяч рублей в довольно короткий период. Также в этот список, где можно найти автомобиль, но не нужно покупать, мы бы добавили еще французов, Citroёn C4 и Peugeot 308. Ну и что же купить, спросите вы? Уже названы все автомобили, которые я хотел купить и что мне теперь делать? Что вообще купить за эти деньги? Ведь все машины уже закончились. А вот теперь мы переходим к подборке топ-10 автомобилей, которые в этом бюджете мы считаем рационально и целесообразно покупать. 10 место. Opel Corsa На самом деле, довольно хороший автомобиль, несмотря на то, что это Opel. У Corsa есть проблемы с моторами и коробками, но за этот бюджет они продаются в довольно-таки приличном состоянии. Очень часто действительно из-под девушек. Действительно, на них до вас, скорее всего, ездил человек не сильно много. Куплен был Corsa как второй автомобиль в семье, для того, чтобы жена могла отвезти ребенка куда-нибудь. Они с небольшим пробегом, на дальняк на них никто не ездит. В Corsa есть много технических нюансов, но за эти деньги можно найти ухоженный автомобиль, который в целом вам за 2-3 года сильно голову не вынесет. 9 место. Ford Focus 2. До рестайлинга Почему на 9 месте и почему не выше? Потому что у него расходы на техническое содержание могут быть выше, чем 10%. Даже если он будет живой. Потому что все-таки эта машина уже будет примерно до 2005-2006 годов. Им уже 15 лет. И как за ними не следи и не ухаживать, за 15 лет все-таки автомобилю становится уже плоховато, особенно Focus. Но в целом за эти деньги можно найти действительно хороший второй Focus, который будет спокойно ездить еще 2-3 года и будет вас только радовать. 8 место. Lada Granta и Lada Kalina Мы не смогли разделить их, потому что технически плюс-минус это все-таки одно и то же. Поэтому 8 место за нашим автовазом. Да, действительно, за эти бабки можно купить достойную Kalina и Granta. Они будут самые молодые из всего списка, которые мы сегодня вам представим. Что про них рассказать? Это вас. Вы спокойно на нем отъездите. Да, он поводит коробкой. Да, он вас достанет по некоторым мелочам. Но в целом хороший автомобиль. Если вы хотите самую свежую тачку за свои деньги, то это будет именно вас. 7 место. Chevrolet Aveo первого поколения. Аналог Opel Corso. Но вы спросите, почему Aveo стоит выше в списке? Да, он выглядит не так клево, как Corso. И в салоне там не так круто, как в Corso. Но если вы купите живой Aveo, то вообще не будете париться. Действительно, очень удачный и хороший автомобиль. Что седан, что хэтчбэк. Их можно покупать, единственное, избегайте автомата. Либо смотрите его очень внимательно, потому что это единственное место, где могут быть у него проблемы. На 6 месте Lancer 9. Действительно, хороший автомобиль за свои деньги. Единственное, что вы замучаетесь его искать. Это тот автомобиль, который нужно прям попыхтеть, чтобы найти. И они бывают за 300-330 тысяч рублей. Но если вы хотите прям хороший вариант в исправном техническом состоянии, то он будет вас радовать. Это действительно достойный, хороший, прогнозируемый, понятный автомобиль. 5 место Hyundai Getz. Он маленький и, наверное, из списка Getz Aveo Corso, Getz, наверное, будет самым надежным. В любом варианте, купив его, он будет самым надежным. Единственное, он маленький, то есть он маленький именно для перевозки груза, когда вам нужен багажник. А для людей в салоне, там на самом деле достаточно места. Там вчетвером влезть можно без проблем. Даже если ростом 1,86 м, на заднем сиденье поместишься и можно ехать. Только багажника нет. Все остальное на высоте. Но и найти его тоже довольно все-таки сложно, потому что все-таки машина уже около плюс-минус 10 лет. Мы очень долго думали, кого и как распределить на 4-3 места. И на самом деле они все плюс-минус одинаковые. И что вам больше нравится, то и можете покупать. Между 4-3 и 2-м местом, по сути, нет никакой разницы. 4 место Chevrolet Lachete. Lachete нормальная тачка, любимая машина таксистов. Очень надежный автомобиль, который понравится таксистам, огородникам и просто нормальным семейным мужикам. Которые не претендуют на то, чтобы машина очень достойно выглядела снаружи. Они просто хотят за свои деньги максимально простую, надежную и понятную машину. И действительно, Lachete просторный, надежный и понятный. Его легко обслуживать. С ним есть, конечно, моменты, но в целом это уже просто тупо из-за возраста. Потому что, опять же, за 300 тысяч рублей они уже будут уставшие. Это действительно хороший автомобиль, который мы действительно рекомендуем покупать за эти деньги. 3 место Nissan Almera Classic. Действительно, очень надежный и неубиваемый автомобиль. К нему, по сути, вообще вопросов никаких нет. Все зависит от того, какой экземпляр вы купите. Если вы купите мертвую шатаную тачку, тогда да, готовьтесь огребать. Но если вы купите хороший ухоженный экземпляр, она будет реально очень долго вам служить. На втором месте Renault Logan либо Sandero. Они так высоко в списке, потому что действительно надежные автомобили. Единственное слабое место обоих автомобилей – это автомат. Не берите их на автомате, не нужно. Если вам нужен автомобиль на механике, можно смело покупать Logan или Sandero. Даже если вы купите какой-то кусок автомобиля из-под такси, этот кусок автомобиля всегда будет ездить. Мы не видели ни одного Logan либо Sandero, которые были безнадежно мертвы. Это действительно очень выносливые автомобили и они пользуются устойчивым спросом на рынке. Поэтому если купить их и потом продать, вы даже практически ничего не потеряете на этой операции в деньгах. Ну и на первом месте, конечно, Kia Rio второго поколения. Мы считаем, это лучший автомобиль за эти деньги. Потому что за 320-330 тысяч рублей можно найти практически нулевый экземпляр. А технически до него вообще не докопаться. Это машина, которую реально можно покупать. У нее очень дешевые запчасти, у нее очень дешевый кузов. При этом она симпатичнее Logan. Что хэтчбэк, что седан. Это симпатичная небольшая машинка. Которая просторная в салоне, у которой есть все нужные вам опции. И которую очень легко потом можно продать. И как раз для бюджета 300 тысяч рублей, Rio 2 покупает, чтобы просто машина долго ездила без каких-либо проблем и не высасывала семейный бюджет. Либо учиться водить на этих автомобилях. И вот для обоих этих ситуаций он полностью подходит. На этом все. Не забудьте указать в комментариях, какие еще машины, по вашему мнению, можно купить за 300 тысяч. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если считаете. Что за 300 тысяч можно найти хорошее авто. Но если вы хотите поставить дизлайк, то объясните свой выбор в комментариях.